Полезное время с Романом Шаховым и любовью Володиной. Здравствуйте, Люба. Ну и, конечно же, все замечательные, драгоценные слушатели Радио Шансон. 11-кратный лауреат премии Шансон года. А ты посчитал даже уже? Он же сказал. Мне самому страшно. А, ты же со сцены говорил, что... Это сколько мне лет вообще? Жень, ну слушай... Молодой парень. Конечно. Что не так? У меня вообще с Шансоном года связаны вообще самые лучшие воспоминания. Вы в курсе, что в 2005 году, когда мне давали первую статуэтку, первый гриф, на концерте присутствовала будущая сотрудница Радио Шансон, моя будущая супруга Елизавета. И тогда она положила на меня глаз. Так, подождите. Интересно. Она не будущая, она была текущая сотрудница Радио Шансон. Она тогда еще не работала на Радио Шансон. То есть она только тогда отправила резюме? Или из-за тебя она пошла на Радио Шансон работать? Ну, будем считать, что из-за меня. Вот они все. Между прочим, я с Елизаветой познакомился одним из первых, когда познакомился вообще с радиостанцией. И вот мы с ней общались, она, так сказать, меня встречала. Ну, а я с Елизаветой познакомилась уже, когда мне нужен был Женин эфир, и я звонила Лизе, и мы разговаривали. Какая замечательная у нас сегодня передача про Елизавету. Ну, слушай. На самом деле мы сегодня со слушателями говорили о свадьбах, о том, как в их жизни это случилось, как это было. И слушатели очень огромное количество СМС писали и вспоминали свой первый свадебный день, день рождения семьи. Ну, свадьба была прекрасна. Она была стремительна. Она очень динамично прошла. Но надо сказать, что до этого 12 лет Елизавета сопротивлялась. Она отказывалась категорически выходить за меня замуж. Наверное, ей это не надо. Ну, а потом, видимо, как-то сдалась, и ей просто очень захотелось повенчаться. А в церкви не венчали без ЗАГСа. А у вас несколько этапов сначала бракосочетания, потом венчали. А через неделю венчание. Ух, как это ответственно же все. Ну, вот теперь отвечаем перед небесами. Ну, на самом деле, такой шаг очень обдуманный, мне кажется. Потому что 12 лет Леза думала. 12 лет. И все случилось. И сейчас, друзья, мы наблюдаем эту лучезарную пару. Мне кажется, Жень, для творчества, ну, это просто дает такие крылья, которые еще многие-многие годы тебе будут помогать писать прекраснейшие песни. Ну, моя супруга, она мой партнер и по работе. Она очень мне помогает трудиться. Она мой директор. Вот, поэтому нам легче всегда под одной крышей совместно решать все интересующие нас проблемы, текущие проблемы, которые связаны с деятельностью меня как шансонье. Так. Знаешь, хотел тебя спросить по поводу шансона года, потому что мы не только слушали, но и смотрели шансон года. И комментировали? Нет, комментировали наши коллеги. Мы дома сидели и комментировали, но этого никто не слышал. Да. Но ты нас впечатлил, потому что ты настолько точно прожил эту песню. До мурашек, правда. Вот твое выступление было до мурашек. И хотелось тебе в ответ, честно, тоже поклониться и сказать большое спасибо за ту искренность, которую ты несешь в своих песнях, и та искренность, которая произошла в зале Кремля. Это было потрясающе. Ну, песня «Драгоценные люди», которую я исполнял с кремлевской сцены, она для меня знаковая. Я ее как-то вот, ну, видимо, вынашивал, и буквально я могу сказать, что, наверное, несколько лет назад я бы такую песню не сочинил. А вот здесь вот она пришла. Случилось. Случилось, да. Я ждал ее, вот, наверное, 20 лет своей сочинительской, творческой карьеры. Я ждал эту песню. И теперь она, естественно, на каждом моем сольном концерте звучит. И я очень рад, что слушатели «Ратью Шансон» по достоинству ее оценили. И она прозвучала с самой главной сцены страны. Жень, поздравляем. И ты как-то рассказывал, что вообще ты ждешь песни на диване. Да. То есть сегодня ждал, не дождался. По утрам, после завтрака, Жека на диване, в окружении листов, бумаги, значит, гитары и гаджетов ждет песня. Да, да, да. Совершенно верно. Но, кроме того, понимаешь, сейчас природа расцветает, можно уже выходить гулять там, как здесь у тебя есть какие-то, может быть, излюбленные места, где ты ходишь и там ждешь музу. Когда природа расцветает, меня неумолимо влечет на мою дачу в Подмосковье. Но, к сожалению, из-за вот какого-то графика приходится ехать то туда, то возвращаться, то еще какие-то вопросы решать бытовые, семейные. В общем-то, не получается так часто, как я бы хотел ездить в Подмосковье на дачу, потому что там, ну, там действительно для меня это место силы. И побывав там на даче, послушав пластиночки свои, там, погуляв на природе, у нас замечательная там в деревне просто природа, выходишь, проходишь буквально несколько, несколько там десятков метров, и огромный-огромный водоем. Вот. Широта такая российская, березки, сосны, там... Там все для того, чтобы вдохновляться, для того, чтобы быть счастливым. Как будто я услышал из Чеховского района крики, Женя, приезжай, мы тебя ждем. Да. Где тебя ждут в плане концертов? Что сейчас? Меня... Вы знаете, вы будете смеяться, но вот до нашего мероприятия, которое мы все сейчас ждем, это «Эх, разгуляй» в Санкт-Петербурге, да? Да, мы 29-го числа. Вот у меня тупо еще будет пару корпоративов в Санкт-Петербурге. Ой, ты заблаговременно уезжаешь в Питер? Да, нет. А я приезжаю, возвращаюсь, приезжаю, возвращаюсь, а потом уезжаю на «Разгуляй». Класс. Насколько Питер? Логистика просто, да, бешеная. Ну, это жизнь артиста. Мы, вот вам приходится так, туда-сюда, по городам вести этот образ жизни. Но при этом согласись, что ты привыкаешь к этой активности, и потом, когда вот бывает время отпуска, тебе этого движения не хватает. Да, и хочется на диван. Хочется на диван все-таки. Да? И на шезлонг. А ты больше домашний или любишь попутешествовать? Я больше домашний, но я люблю попутешествовать, но в путешествиях лежать на шезлонге. Потому что там песни приходят, мы уже этот... Жень, Питер, насколько твой город? Вот как тебе там? Я в первый раз в качестве артиста в Питере, наверное, побывал в 2003 году. И с тех пор не проходит буквально там. Но если я, конечно, в каком-то большом гастрольном туре, то я там месяц-два могу пропустить посещение северной столицы. А так практически очень много там и частных мероприятий, и ежегодно я даю в БКЗ Октябрьский сольные концерты. То есть это у меня как бы традиция. Сразу же после Нового года, в январе-начале февраля, у меня сольник в БКЗ. Есть любимые улочки в Питере, куда ты обязательно приезжаешь и обязательно стопудово тебя там можно встретить? Я безумно люблю Стрелку Васильевского острова. Это, конечно, такое немножко попсовое туристическое место, но обожаю Васильевский остров, обожаю Дворцовую площадь. Вот такие вот места. Ну и, естественно, вот мне очень нравится Питер с воды. Проехаться на кораблике по каналам, проехаться на более большом кораблике там в Петергоф. На Метеоре. Это романтика, это счастье, это красота. Корюшка, как с этим? Да. Ой, не могу я, когда слышу корюшку, я... Прошедшим летом, будучи в отпуске, это я не поехал так с гастролями, не поехал с концертами, вот, будучи в отпуске с детьми, вот, я попробовал корюшку. И как, и как? Впечатлило. Да? Да, это было очень круто. Обязательно. Женя, приглашаю тебя на корюшку. Дорогие друзья, дорогие слушатели радиошансон, дорогие наши зрители, мы с Любашей Володиной собираемся в Санкт-Петербург на Эх, Разгуляй. Вряд ли мы там что-то споем. Но корюшки поедим. Но что-то скажем, кого-то представим, кого-то объявим. Я думаю, что без вас, как звездных ведущих, сцена БКЗ Октябрьского просто, ну, не обойдется в этот вечер. И, пользуясь случаем, хочу по Блату попросить вас, ну, чтобы как-нибудь меня объявили, как-нибудь там покруче. Блат принимается. Дорогие друзья, принимаются и ваши вопросы в адрес нашего гостя. Плюс семь девятьсот девять девять пять пять сто три и ноли смс ватсап вайбер. Пишите свои сообщения, подписывайте их, указывайте, из какого вы города. Мы сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу, ну, а потом снова вернемся. Евгений Григорьев в гостях у Радио Шансон. «Полезное время» с Романом Шаховым и Любовью Володиной. Дамы и господа, это «Полезное время». Вы слушаете и смотрите Радио Шансон. Посмотрите, сегодня у нас в гостях кто? Евгений Григорьев, автор-исполнитель, певец, композитор. И, конечно, многократный лауреат всенародной премии «Шансон года». Вопросы, которые приходят, мы зачитываем, ничего не скрываем. Пожалуйста. Здравствуйте, Радио Шансон. Женя, вам большущий привет и хочется вам передать свои восхищения вашим творчеством. Благодаря песням время в пути пролетает незаметно. Это блистательный и лучезарный артист, говорят про вас, Евгений, в нашем любимом жанре. Так держать. Спасибо большое. Удачи вам во всем. Это просто восторженные смс-сообщения, и таких много. А есть конкретный вопрос. Где и как и какие концерты я могу посетить с вашим участием? Екатерина. Ой, Катя, хороший вопрос. Дело в том, что, к сожалению, у нас продолжительное время был период в этой пандемии. Он, в принципе, и сейчас еще пока как бы не кончился, но, тем не менее, сейчас ограничения уже во многих городах практически сняты, залы открыты, кассы открыты. И на протяжении вот этих вот двух лет мы дорабатывали перенесенные концерты по два, по три раза. Перенесенные концерты, которые были запланированы и которые были прерваны. Вот концертный тур, который начался в марте 2020 года. Вот уже 2022 год идет, а мы еще и Иркутскую область не отработали. Иркутская область будет... Она открылась недавно, поздней весной уже, поэтому мы не успели провести там концерты, потому что каждый перенос концерта, это, конечно, большая проблема. И нужно, чтобы и зал был свободен, и людей предупредить. Ну, логистика, да, конечно, концерта на своем. Поэтому мы Иркутскую область перенесли на октябрь. И после этого, естественно, планируем большое... Тогда мы закроем только вот все долги по пандемийным концертам. А после октября уже как бы будем... Работаем концерт, день рожденческий в Москве, в Меридиане, 14 октября. И уезжаем в тур. А ты любишь эту площадку Меридиан, да? Она такая душевная, домашняя. Приходят с большим удовольствием мои единомышленники, зал наполняется. И как бы вот я без какой-то, не знаю, как это сказать, без трясения в подмышках и мандража артистического я спокойно выхожу на сцену и делаю свое дело и доношу до своих любимых, драгоценных единомышленников то, что я хочу сказать в этот вечер. А ты как-то себя настраиваешь? Настраиваешь ли ты струны души своей перед тем, как выйти на сцену? Ну, конечно, настраиваю. Что за ритуал ты выполняешь там за кулисами? Конечно. Я немножко медитирую. Мне нужно вот перед концертом хотя бы на пару минут остаться в одиночестве. Это не значит, что это закрытое помещение. Это просто, чтобы меня никто в это время не тряс и не задавал каких-то вопросов. Вот. Делать ли третий звонок там или еще что-то такое. Вот. Поэтому у меня какой-то вот такой ритуал. И после концерта мне нужно задержать в себе вот ту положительную энергию, которую я получил от зрителей. И мне нужно тоже пять минут тишины. Жень, первые концерты, может быть, первое выступление сейчас. Ты опытный артист, ты уже знаешь, как настроиться. Как было твое первое выступление? Да волновался вообще. Где это было? Потные ладошки и вообще выпущенные глаза от страха. И слова забываю. И все вообще, все на свете забываю. Стою, трясусь, не знаю, что со мной происходит. Где я? И вообще зачем я тут? Лучше бы я вообще дома оставался. Никуда не ходил. Первый мой концерт. Вот я помню, меня пригласили на концерт памяти Сергея Наговицына в том же Меридиане. Для меня это вообще такая площадка знаковая. То есть это первый мой выход вообще в Москве на сцену. Там было очень много шансае, именитых, уже известных. И все вот участвовали в концерте памяти Сергея Наговицына. Собственно, тогда, когда Ксения Стриж, которая мне пару дней назад вручала мой 11-й гриф, да. Статуэтку «Шансон года», вот это, наверное, было очень символично. Потому что она, собственно, за ручку, вот как первоклассника меня привела в эфирную студию радио «Шансон». Проводник-то. Да, стала моей крестной мамой. Вот впервые поставила, у нее была своя авторская программа, и она впервые поставила в своей авторской программе мои песни. Так я попал в эфир радио «Шансона», вот, и вот вручила мне гриф пару минут. Ксюнечка, тебе большой привет от нас, от всех. Все уж, большой привет, спасибо тебе. Ну, «Линия добра», я так понимаю, продолжается. Ты помогаешь кому-то сейчас уже, каким-то начинающим музыкантам, советам, может быть, делам? Как происходит? Да, конечно, да, конечно. У меня есть любимчики, которым я... Не обязательно, что они вот такого как бы уровня уже достигшие того, чтобы они уже звучали на волнах радио «Шансон», на федеральном радио. Но как бы я периодически вот могу отщедрот своей души взять, подарить песню человеку. Вот, например, там есть такой у нас исполнитель замечательный Герман Виль. Вот я взял ему и подарил песню. Взял, подарил вторую. Могу подарить своим друзьям написанную песню, там, Ярославу, допустим, Сумишевскому. Могу взять, пригласить для записи дуэта свою бэк-вокалистку Катю Лазареву, и мы тоже забабахаем что-нибудь такое. Ну, вот такие вот вещи, позывы дыши есть. Помогать людям. Не знаю, помогай ли я. Помогаешь. Ну, мне кажется, все равно как-то хотя бы опыт. Хороший опыт. Хороший опыт. Ценный опыт. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, к нашему дорогому Евгению, пишите, пожалуйста, номер для сообщений «Единый», смс ватсап и вайбер, плюс 7909-955-103 и 0. У нас прямо по курсу драгоценная песня. Красивая песня, душевная. И, друзья, настоящий шансон в полезном времени. Евгений Григорьев. Прибавляйте громкость и распахивайте сердца. Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной. Друзья, большой друг радиошансон Евгений Григорьев по-прежнему в гостях у полезного времени. И полезно почитать вопросы, которые Жене приходят. Любаша, что там пишут? Так, Елена из Омска говорит. Евгений рассказывал, что у него в столе есть песни, которые ждут своего часа. Почему они не сразу выходят к зрителю? Да, действительно, я догадываюсь уже, кто задал этот вопрос, скорее всего. Это активная участница моих соцсетей, Елена Власова. Мы лично знакомы на каждом концерте в городе Омске. Она в первых рядах. Елена, здравствуйте. Привет вам. Спасибо. Вам большой привет, летит в Омск. Такие песни есть, они лежат в столе и могут лежать в столе годами. Потому что я периодически делаю ревизию своего песенного парка, не выпущенного. Это совершенно разные стадии. Некоторые в стадии демок. Просто записаны на диктофон под гитару. Некоторые песни уже с какими-то наметками аранжировок. Некоторые песни недописанные до конца, недосочиненные. То есть есть куплет-припев, допустим, вот так. А другого там куплета нет. Или время их не пришло. Или все-таки я считаю, что я же все-таки стараюсь как сочинитель, автор-исполнитель идти вперед и углублять свою творческую составляющую. Поэтому как-то вот достаем. Я говорю, если мне в данный период не заходит, я еще ее откладываю на годик. Ну, может, через год, а может быть, никогда. Елена автору пока не заходит. Автору пока не заходит. А Елена недавно, вот, кстати, взяла и спокойно выиграла 1000 рублей в Телеграме. Что это? Куда бежать? Где это такое Телеграм? Ну-ка, поподробнее. Вот. Я в Телеге объявил конкурс в своей группе. Сколько у меня статуэток? Так. Шансона года. Уезжая вот в Кремль. Рома, мы с тобой тоже могли бы выиграть по 1000, если что. Ничего себе. Вот штука просто так, под ногами не валяется. Нужно всего лишь... А Елена выиграла. Подписаться на тебя в Телеге. Да, нужно подписаться просто под меня. Вот, на меня в Телеге, Телеграм. Вот, Елена активная участница, и она первая сразу же сказала, написала. Были все варианты. Она первая написала, что Евгений едет за 12-й статуэткой. За 12-й? Ну, вот 11-й статуэток, да. Евгений Григорьев Жека, вот я сейчас зашла. Да. Эть, подписалась. Слушай, а кепки на концерте по-прежнему разбрасываешь? Как вот здесь? Кепки кончились. Кончились кепки. Ждем новых. Но запасики есть еще дома небольшое. И вы знаете, вот еще буквально перед этим эфиром, вот где-то за полчаса, я открыл новый свой аккаунт в Яндекс.Дзене. Ух ты. Да. С дебютом тебя. Просто Евгений Григорьев. Я с этим разберусь сначала. Видишь, я подписалась только что в Телеге на тебя. Вот, вот. А там уже моя фотка уже. Да, уже все есть. Уже комментарии есть. Есть, да. И на Яндекс.Дзен тоже подписались. Ну, на Яндекс.Дзен, пока мы сидели в студии, 26 подписчиков уже стало. Ну, сейчас еще больше. А было зеро? Дальше больше. Дальше больше. Есть еще сообщение «Твои места силы» и где ты берешь вдохновение для своих таких глубоких и шедевральных песен. Ну, «Места силы» — это моя родина, Курган. Я достаточно часто бываю там, навещаю маму, и очень часто у меня там проходят концерты. Земляки просто неистовствуют, не очень хорошо меня принимают, встречают. Вот. И моя дача. Моя дача, про которую я уже рассказывал. Жень, что за кошка у тебя? Расскажи, порода какая-то такая вот волшебная. Блин, ну это хулиган. Хулиган. Вот порода хулиган. Покосливый, трусливый, наглая, мохнатая морда. Шотландец? Британец. Ну, рядом рядышком. Британец Оскар, значит, подпольная кличка Ося, Ос. И вот я просыпаюсь от того, что этот человек просто на подоконнике разрывает... Очередной шедевр твой будущий. Цветы он разрывает. Он сидит весь довольный, счастливый в земле. Он любит, извините за выражение, не знаю, можно ли это в эфир сказать, любит проверять качество воды в унитазе. Он любит, когда я приезжаю с концертов, и дома появляются цветы, букеты цветов. Пожевать это все, конечно. Да, конечно, сожрать все это вообще. Уронить в вазу, это вообще, это счастье большое. Столько витаминов же там, в цветах. Да, у него столько есть вообще вот как бы мест, где можно напроказничать. Я просто не понимаю. Сегодня он ловил муху, он разгромил балкон. В общем, весело, развлекается, да, полноценно. А Евгений, принимает ли участие в Эхразгуляй в Санкт-Петербурге 29 апреля? Женя, раскрой все талии. Да, принимаю. 29-го буду на сцене БКЗ Октябрьского. Вот, и надеюсь видеть всех жителей и гостей северной столицы в зале. Я думаю, что будет очень хорошее шоу. Ну, это Эхразгуляй, Жень, по-другому не может быть, понимаешь. Да, и мы, естественно, забабахаем что-нибудь веселенькое. Ну, потому что праздник. Постараемся. Сегодня, кстати, праздник исполняется 52 года, Копейки Вазовской. Знал ли ты об этом? У тебя как вот с первым автомобилем? Что это такое? Вот с Копейкой никогда не был связан, если честно сказать. Единственный раз, ну, я, естественно, катался на Копейках в детстве, да, у многих там, как бы, родителей моих знакомых были такие автомобили. Единственный раз на Копейке я прокатился уже в достаточно взрослом возрасте, это был в идеале восстановленный автомобиль, это был в Рязанской области. Один мой знакомый похвастался, посмотри, у меня какая желтая копейка, желтая копейка 70-го года, ну, это было круто. Ого, это же 70-е, это как раз, да. Да, а у папы была уже тройка. А, ну, вообще, да. Вот, это был более модный. Люкс. Да, красная тройка. Невероятные приключения итальянцев в России, как раз. С 70-74-го года красная тройка, да, вот это было, это было потрясающе, конечно, вот. А я вот закончил с отечественным автопромом в середине 90-х девяточка, была девяточка. Вишневая, нет? Нет, белая, белая девяточка. Класс. Вообще любишь путешествовать на машине за рулем, как? Я сейчас не езжу за рулем, вот если честно сказать. Вот, видимо, отъездился и как-то у меня есть кому везти с большим удовольствием. В общем-то, радуюсь тому, что я наслаждаюсь дорогой, поездкой, ветер развивает мои длинные кудри, и я сочиняю. Он сочиняет даже в студии радио Шанзон. За это мы его и любим. Дамы и господа, Евгений Григорьев был в гостях у «Полезного времени», и оно стало волшебным, тёплым и душевным. Жень, спасибо, до новых встреч. Спасибо вам, приглашайте, я всегда рад и чувствую себя очень душевно в вашей студии радио Шанзон. Всем слушателям я желаю счастья, здоровья и оставайтесь в эфире радио Шанзон. Пока. Полезное время с Романом Шаховым и любовью Володиной.